Привет, ребята! В последнее время я наблюдаю очень плохие вещи. Попытаюсь объяснить, давайте по порядку. Если долго накачивать человека негативными эмоциями, он становится взрывоопасным. Достаточно небольшого толчка и накопленная агрессия выплеснется лавинным потоком. Такой человек срывается на мелочах. Если говорить на бытовом уровне, то семьи ссорятся из-за мытья посуды, из-за незакрытого тюбика зубной пасты, из-за разбросанных носков. Самая ничтожная мелочь может стать последней каплей. На более крупном уровне, на уровне социума, негативная накачка приводит к более масштабным событиям. Социум сам по себе способен накапливать негатив и периодически ему нужно выпускать пар. Умелые лидеры канализируют естественную энергию общества, направляя ее в конструктивное, а иногда в деструктивное русло. Агрессивные лидеры управляют процессом накачки, подавляя спонтанные вспышки в ненужных местах, а затем указывать русло и открывать шлюзы. Сильные лидеры, аккуратно управляя обществом, способны двигать его на великие свершения. Это вводная тезис, и тут все просто. Примитивная физика по своей сути. А теперь, собственно, то, что меня пугает. Когда смотришь снаружи, Россия представляется единым целым, без деталей. И я как-то упустил эти моменты, и в прошлом ролике выразил надежду, что простая смена вектора риторики позволит выйти из сложившейся ситуации относительно адекватным способом. Но есть большая проблема. И эта проблема больше, чем просто война. Долгое время, еще со времен Союза, в обществе культивировался шовинизм. В последних несколько десятилетий накачка усилилась до критических уровней. И все было бы ничего, если бы это был примитивный шовинизм, видом мы лучше, чем они. Но это не примитивный шовинизм. Это гибрид, в котором за термином «мы» стоит не многонациональная Россия, а абстрактная титульная нация, великие русские. Стерильный собирательный образ, лишенный уникальных этнических черт. Культивация шовинизма в однородных социумах дает предсказуемые и понятные результаты. Но российский социум очень неоднороден. В нем много самобытных уникальных этносов с древнейшей историей, с тысячелетними традициями, укладом, образом жизни и ценностями. И весь этот комплекс культур совсем не похож на собирательный восточно-европейский образ титульного русского. А все, что не похоже на шовинизм, это чужое и второсортное. Шовинизм лучше пиндосов, лучше запада, лучше гейропы, хотя культура среднего европейца или американца намного более близка русскому, чем культура сунита, аварца или тувинца. С Америкой и Европой просто, а не снаружи России, а ненависть к внешним народам объединяет. Но вспомните, как русский относится к тем, кто стоит у него за спиной. К тем людям, которые живут на Кавказе, в Сибири, в Центральной Азии. К тем народам, которые в суровых условиях жизни построили самобытную культуру и которые умеют выживать и убивать намного лучше этого титульного русского. К тем людям, которые, мигрируя в западные регионы своей страны, вынуждены объединяться в группы, кланы и диаспоры, чтобы сохранить свою идентичность и защитить свою культуру от агрессивной титульной нации. Россия не для русских, Россия для россиян. Но русский шовинист считает других россиян, не похожих на него, людьми второго сорта. Я очень хочу верить, что шовинизм в России не настолько обширен, как мне видится. Но эта вера не обоснована, а нужных данных для анализа у меня нет. Надеюсь, что у политического руководства России будет достаточно сил, чтобы удержать многие народы в узде. Иначе будет большая этническая резня. И в этой резне на русских я не поставлю. Последнее событие приоткрыли ящик Пандоры. Это очень большая проблема и не только для России. Если этот котел закипит, паром обдаст всех, кто рядом. Я не могу спрогнозировать, чем это обернется. И от этого мне страшно. Продолжение следует... Продолжение следует...